В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами в гостях автор и ведущий телевизионной программы «Православная энциклопедия», настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протеерей Алексей Уминский. Здравствуйте, отец Алексей, и благословите наших телезрителей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней беседы с отцом Алексеем – грех и спасение. Дорогие друзья, хочется начать со строк Бориса Пастернака. Но объясни, что значит грех и смерть, и ад, и пламень серный. Вот начать беседу о грехе, об одном из этих ключевых понятий. Что же такое грех? Ошибка? Жуткая по своим последствиям? Заблуждение, может быть? Или это грех, это вина, которая гложет душу? Что это? Вы знаете, действительно рассмотреть такое понятие, сложное и комплексное, как грех, и ответить на него так кратко, наверное, будет очень сложно. Но мне кажется, что если по сути своей мы можем определить грех как то, что отлучает человека от Бога прежде всего, а то, что выстраивает между человеком и Богом какую-то стену. Вот это может быть поступок, это может быть желание, это может быть помысл, это может быть движение души, это может быть, ну, все что угодно. Вот, но если этот поступок или это движение души, даже вот оно не регламентировано такой книжечкой, как построение исповеди, подготовка к исповеди, там он не числится, этот грех. Но если человеческая совесть человека в этом осуждает, и человек чувствует, что вот между ним и Богом сейчас стена, то значит человек совершил грех, и надо разбираться, где и что человек сделал не так. А если совесть молчит? Совесть не может молчать у человека сразу. Вы знаете, совесть все-таки это такой орган человеческой души, это такая часть человеческой личности, которая никогда не молчит. И заставить замолчать совесть, это, в общем, все-таки для этого нужно человеку употребить некоторые усилия, и делать это достаточно регулярно, чтобы совесть в человеке перестала действовать. Батюшка, а может быть каждому времени, каждому народу свойственны свои грехи? Может быть, ну, или это поступки, считающиеся грехом? Вы знаете, ну... Существует ли вот однозначный критерий греха? Скажите, вот грех это то, то и то. Нет, ну, конечно, можно формально говорить о грехе и определить прям список грехов. Вы знаете, вот есть такая книга, вот, издается, она очень популярна. У нас вообще книги, где все перечисляется, очень популярны. Вот. И есть такая книга, вот, которая называется «Исповедуйтесь о Господе». Вот. Там на 45 страницах только оглавление грехов. А потом их идет объяснение. Вот. Вот мне почитают такую книгу крайне душевредной, потому что она загоняет человеческое сознание, а вот в такой гетто непроходимого греха. Там есть совершенно вот какие-то выдуманные вещи, понимаете, надуманные, придуманные вещи. Например, там есть такой грех, описан как дружба с лицом противоположного пола. То есть вообще всякое движение человека в мире, в жизни, на улице, дома, где-нибудь, оно может рассматриваться как грех. Если так рассматривать жизнь, то тогда жизнь становится бесполезной, бессмысленной, когда человек вообще лишается какого-то права на поступок, права на ошибку. Так вот, в моем представлении все-таки, так к греху относиться нельзя, так к греху относиться вредно, и даже, если хотите, греховно. Потому что тогда человек становится заложником вот страха греха как такового, страха поступка, страха того, что он каждую минуту своей жизни думает. А вот я сейчас правильно сказал или неправильно? Я сейчас правильно поступил или неправильно? Я сейчас вообще правильно посмотрел или неправильно? Нет ли в этом греха? И тогда человеку лучше всего свою жизнь вообще спать. Знаете, такая поговорка есть? Поспишь побольше, согрешишь поменьше. Понимаете? И тогда, конечно, это ужасно. Потому что, когда человек читает подобную книжку, как вот эта книжка «Исподелитесь и Господи», или другие книжки с перечислением грехом, а вы знаете, еще есть такие книжки, где все грехи перечислены в женском роде. Вот. Где вот я поступала так там, брала, ела там конфеты без благословения духовника. Например, такие, чушь какая-то, ужасная вещь. Когда человек делается рабом по представлению, не живет по совести, не живет по Слову Божию, не живет по той свободе, которую нам Господь даровал, а живет вот в страшных таких вот условиях такого духовного рабства. Потому что подобные книги, да и советы иногда священников не совсем разумных и не очень духовно опытных, они заставляют человека вот жить в каком-то постоянном страхе того, что Господь смотрит на тебя как какой-то вот прокурор. Что вся твоя жизнь, она подсудна. Что все, что ты не сделаешь, подлежит обязательному наказанию. Так ведь не так же. Если мы откроем Евангелие, если мы посмотрим, как Господь смотрит на грешников, то мы видим тут совсем другое. Мы видим, что Господь грешников любит, милует, и все время говорит, что я пришел в этот мир этих грешников спасти. Понятно, что человек вот может согрешить. Но нам дана такая радость покаяния, а эта радость покаяния, она все-таки основана на бесконечной, безмерной любви Бога к человеку. И понятно, что человек, живя в этом мире, не может жить безошибочно. Не может жить безошибочно. Мы не автоматы, мы не роботы. Нам Господь даровал свободу. В конце концов, у нас даже право на ошибку существует какое-то, потому что каждый человек, он все-таки не может, если он живет в свободе определенной, он не может не ошибаться. Но Господь помогает нам исправлять наши ошибки, как мы помогаем исправлять наши ошибки нашим собственным детям. Наши дети постоянно ошибаются, они постоянно делают не то. Они могут даже нас разозлить в какой-то момент, но они не лишат нас любви. Мы можем их даже наказать за что-то, но они не перестанут быть нашими детьми. Но если мы их лишим свободы, если мы их запугаем, если мы им не дадим возможность самим свою жизнь строить, из них ничего не получится. Они уйдут от нас, они нас проклянут. И поэтому здесь, конечно, отношение к греху человека должно быть, ну, все-таки достаточно, таким, знаете, рассудительным. Рассудительным. У нас есть совесть, у нас есть Евангелие, у нас есть заповеди, у нас есть свобода, и у нас есть Господь, который пришел в мир спасать таких, как мы, грешных людей. И поэтому, конечно, мы ненавидеть должны грех. Мы должны от него отвращаться, мы должны всячески с грехом бороться. Но жить под страхом гнета того, что вот я сейчас что-то сделаю не так, и тем самым я согрешу, и за это мне придется отвечать, христианин не должен. Христианин, он свободный человек, прежде всего. Он человек, который не боится жить, который эту жизнь использует для того, чтобы Богу служить. И Господь помогает нам в этом служении нашем, Господь дает нам возможность пройти этот путь, и если мы на этом пути спотыкаемся, падаем, поднимаемся, идем дальше, Господь наш помощник, и Господь нам дает руку. Отец Алексей, Евангелие или Ветхий Завет дает однозначный критерий, по которому можно определить, что является грехом, а что не является. Вы знаете, давайте мы с вами от критериев тоже немножечко отойдем, где как раз вот вся моя это такая вдохновенная тирада, она была посвящена именно того, чтобы все-таки грех определялся человеком, как его личное, как его личное отношение с Богом. Вот для одного человека может быть грефованным одно, для другого – другое. Есть, конечно, перечисление грехов, которые христианин не может свершить, ну, вот, по понятным причинам, эти грехи называются смертными, это грехи убийства, это грехи прелюбодеяния, это предательство, это непочитание родителей, это совершенно очевидная вещь. Если человек согрешает такими грехами, он вообще человеческое имя носить не может по-настоящему, он лишает себя вообще звания человека. И поэтому, когда мы говорим о десяти заповедях божественных, эти заповеди, они даны еще в Ветхом Завете, они, конечно, определяют путь добродетели и от падения от добродетелей греха, потому что часть этих заповедей говорит о том, что надо делать, а часть заповедей говорит, что делать ни в коем случае нельзя. И когда мы посмотрим на эти заповеди, мы увидим, что на самом деле эти заповеди всерьез только говорят о том, что каким должен быть нормальный человек. Что нормальный человек должен по-настоящему глубоко верить в Бога, чтить Господние праздники, не произносить его имя в суе и вообще свою речь не засорять всевозможными гадкими и мерзкими словами. Что этот человек должен чтить и уважать своих родителей. А что тут особенно? Что человек не должен изменять своей жене, что он не должен воровать, убивать, предавать своих друзей, завидовать, на чужое имущество посягать. Что тут особенного в этих словах? Ведь на самом деле все нормальные люди в большинстве случаев они так и живут. И так и должны жить. И когда мы говорим уже о грехе в личностном плане человека, вы знаете, тут уже становится важным, каков человек, как он живет, как он определяет свою собственную жизнь, как он себя, собственно говоря, самого перед лицом Божиим ставит. И поэтому, знаете, для разных людей разные вещи, они тоже могут быть разными. Вот, скажем, ну, предположим, скажем, для монаха наверное, пойти на дискотеку было бы, наверное, что-то такое неправильное, скажем так, мягкое. Неполезное. Неполезное, духовное, наверное, может быть, связанное с каким-то там греховным состоянием души, страстной. А вообще для молодого человека пойти на танцы, мне кажется, это нормально. В этом нет ничего страшного. Если человек не связан какими-то сугубыми обетами церковными, и студент, и в свободное свое время идет на танцы, это нормально совершенно. В этом нет греха. И так вот определяется человеческая жизнь. Она зависит от того, кто человек, в каком он состоянии. Но прежде всего, конечно, это определяется Евангелием и заповедью о том, как человек умеет любить, как человек умеет любить Бога и любить ближнего. И весь комплекс тогда его отношений с Богом и с человеком, вот в смысле того, что он делает не так или делает совсем плохо, или приступает эти заповеди, тогда он, собственно говоря, наружу и является. Потому что если человек стремится любить Бога, то тогда на пути этой любви к Богу человеку приходится очень-очень много трудиться. И то же самое происходит, когда человек пытается исполнять заповедь любви к ближнему. У нас ведь есть масса самооправданий. Почему мы, скажем, должны кого-то любить, а кого-то, скажем, не любить. У нас вот очень популярно, скажем, такое распространенное изречение святителя Филарета, митрополита Московского, когда тот, помню, с ним говорил так, люби врагов своих, бей врагов Отечества и ненавидь врагов Христовых. По-моему, так, да? Вот такая триада была. Я все время удивлялся этому. Мне как-то это не совсем было понятно, потому что я как-то не мог понять. А в Евангелии что-нибудь говорится о том, что кто-то кого-то должен не любить вообще. Христос кого-то не любить призывал, кого-то ненавидеть призывал? Нет. Тогда я начинаю разбираться. А вот, хорошо, вот врагов Отечества я действительно должен бить, наверное, да? Но до той поры, пока они во время боя, а вот бой прошел, они в плену, я их тоже должен бить, когда они в плену? Или уже могу полюбить, например, после этого? Могу быть к ним благороден, могу быть к ним великодушен. Как это было во время Второй мировой войны Великой Отечественной, когда к пленным немцам наши женщины, у которых те же немцы убили мужей, приносили им хлеб и еду, жалели их, любили врагов Отечества. Кто тогда в такие враги Христовы? Вообще, кто может быть врагом Христу? У Христа только один враг. Это сатана. Или человек не может быть врагом Христу? Христос не может человека назвать своим врагом, потому что он ради любого человека пошел во ад, чтобы его спасти. И поэтому здесь все расцепается. Здесь не может быть того, что мы можем позволить себе кого-то, например, не любить. Или кого-то любить за что-то и не любить за другое. И поэтому, когда человек стал сталкиваться с этой проблемой кого-то любить, вот тут-то и начинает вылезать с самого человека всевозможные вещи. Совсем неприглядные. Потому что любить тяжело, любить не хочется, любить трудно и вообще хочется как раз не любить. И находишься миллион причин для того, чтобы не любить и не одно для того, чтобы полюбить. И вот тогда человек может разобраться, а что же мне мешает любить? И вот все, что мешает любить, это и есть наш грех внутренний, наша отчужденность от Бога, наша вот оторванность от Него, наша самость, наша гордыня, наше саможеление, наше постоянное желание жить в комфорте и любви к самому себе. из этого собственно истекают все остальные грехи. А вот вы знаете курить там сигарету или не курить сигарету, или вы знаете что там, в чем люди чаще всего каются? Вы знаете, это вот удивительно. Люди каются в том, что съел пост, сейчас идет пост, да, что-то не постное. Вот. Кто-то кается, что он курит. Ну, конечно, это грехи, наверное, да, то есть можно формально все это назвать грехами. Кто-то кается в том, что он недочитал молитвенного правила. Кто-то кается еще в каких-то внешних формальных вещах. А вот я очень редко слышу, вы знаете, на исповеди от людей, когда люди каются в том, что они не умеют любить. Не умеют любить. Что они не способны с собой делиться, что они не способны в свое сердце открыть человеку, которым неприятен. Что они не каются в том, что они не молятся за тех людей, которым неприятно. Вот. стали определять как исполнение правил исключительно, как нечто такое формальное. И для нас самый страшный грех это правило нарушить. И вот вся в основном исповедь она касается того, какое правило я нарушил. Да какое это отношение может иметь к греху? Ну, наверное, какое это может. Ну, лень, там, еще что-то. Это последствия греха. Не родение, но это последствия греха, да. И причем, может быть, не самого страшного. Вот. А когда вокруг нас есть люди, вы знаете, у нас люди каются в том, что они, скажем, бумажку от просфорки выбросили в помойку и каются как в страшном святотатстве. При этом совершенно не замечают, как они обижают вокруг ближних своих, которых любить надо. Вот. У нас отношение к каким-то вот таким мелочным вещам настолько высоко как бы стоит. не так встал, не то сделал, нарушил такое-то правило, правило не доисполнил, пост до конца не соблюл. И вот это вот и есть сущность нашего покаяния. надо разбираться в причинах. Да, мне так кажется, что самое-то главное все-таки в том, что как мы к ближнему относимся, как мы с собой умеем делиться. Батюшка, к вам вопросы из Краснодарского края. Слушайте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Божию Фатине. Бог вас благословен. У меня такой вопрос. Вот скажите, как можно относиться к аффирмации? Вот у меня дочь старшая, она вот любит совершенствовать вот себя, свое тело часто вот занимается и говорит, я сильная, моя кровь очень чистая, я такая вот вся сякая, и ей это очень помогает, как-то вот самоутверждается и так далее. И в то же время при этом она очень переживает, что она делает это ну неправильно, что это большой грех. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И в то же время она говорит, ну почему это может быть грехом, если мне это очень помогает? Я себя хорошо при этом чувствую, я могу добиться каких-то результатов хороших? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос, мы попробуем на него ответить. Действительно, вот в последнее время получил я распространение такие технологии психологические, когда человек может через аутотренинг так называемый вот внушить себе некоторые вещи, которые может быть поддержат его в жизни. Ну, он в хорошем настроении приходит на работу, его трудно, наверное, как-то вот расстроить или выбить из колеи, и он в этом смысле все время себя должен убеждать, что он очень удачливый человек, что ему все дается легко, что все его любят, что вообще самый-самый-при-самый. Вы знаете, да, такие технологии давно уже разработаны американскими психологами. Грех это или не грех, вы знаете, сказать я не могу, потому что я еще раз хочу сказать, что грех это лежит в области нашего отношения с Богом, но в том, что это некая ложь о самом себе, без всякого сомнения есть, потому что человек должен не бояться быть самим самым, ведь то, что происходит сейчас с людьми, когда они пытаются себя убедить в том, что они такие вот крутые, такие вот способные, на все готовые, у них все получается, это просто нежелание признаться себе в том, кем они есть на самом деле. Для человека ведь на самом деле великое счастье быть самим собой. Для человека, который умеет не бояться быть самим собой, для такого человека открывается вообще настоящий путь к Богу, потому что если человек все время строит из себя нечто иное, когда человеку хочется кем-то казаться, хочется быть не тем, кем он есть на самом деле, это всегда кончается трагедией потом, потому что ведь все равно все приходит к тому, что есть. Человек не может жить только в маске. И когда человек пытается быть, скажем, или казаться в глазах других людей умным, это говорит только об одном, что человек не умен. Если человек пытается казаться в глазах других людей смелым, это значит, он не смел. Если он как-то хочет быть сильным в глазах других людей, то это значит, что он слаб. И человеку не хочется в этом признаваться, никому из нас не хочется в этом признаваться, а надо бы. По одной простой причине. Когда человек способен признать себя не очень умным, не очень сильным, не очень смелым, не очень талантливым, но когда он знает себе цену, это значит, что с этого момента человек может научиться быть по-настоящему умным, по-настоящему смелым, по-настоящему талантливым, потому что человек признает, какой он настоящий, и с этого настоящего начнется его путь к Богу, к путь самому себе, если хотите, в том числе, потому что человек, приближаясь к Богу, обретает самого себя по-настоящему. Настоящего. И это хорошо. Сначала узнать, кто ты есть, Потому что как ты не крутись, как ты себя не обманывай, в конце концов, все встанет на свои места. Поэтому мой совет вашей дочери – не бояться быть самим собой. Не бояться признаться в своих слабостях, и эти слабости просто научиться побеждать. Вот и все. Батюшка, что же выходит тогда девушке, женщине не полезно даже красить, использовать макияж? Ну, вы знаете, вообще-то Господь одарил каждого из нас той внешностью, в которой каждый из нас может быть прекрасен. Не каждый из нас, наверное, из себя являет какой-то такой фотомодель, или, может быть, замечательное произведение искусства, если с нас написать портрет. Но, тем не менее, в каждом человеке Господь заложил красоту. И эта красота, конечно, может любое человеческое лицо, даже самое, может быть, незаметное, озарить внутренним светом красоты его души, красоты его добра, красоты его сердца. Поэтому не надо бояться быть самим собой. Я не вижу большой беды в том, чтобы женщины аккуратно, скромно украшали себя, в том числе, какими-то ожерельями с сережками. Это передает этой красоте особенное изящество. Даже если это будет очень хорошо положенный макияж, неяркий и скромный, это нормально. Но когда это выходит за рамки, вы знаете, скромности, то женщины рискуют очень сильно. И девушки молодые очень рискуют одним простым. В одной очень важной и простой ситуации на нескромное всегда обратит внимание только нескромный. И это привлечет к себе взгляды самые мерзкие и нечистые. И одного взгляда будет достаточно нехорошего взгляда на женское лицо, чтобы сразу его как-то вот изгадить. Понимаете? Кто хочет, чтобы к нему касались грязными руками? К вам еще один вопрос. Воронежскую область у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Из Воронежской области вас беспокоят. Слушаю. Благословите, батюшка. Бог благословит. Сергей. Здравствуйте, Сергей. На последнем покаянии, когда я был в церкви, у меня чуть сердце не разорвало. А после я в псалдаре прочитал, что Давид обращается, я не помню номер салма, обращается, говорит, Господи, расширь сердце мое, я буду исполнять заповеди Твои. Вы можете объяснить мое состояние и близко ли они к тому, о чем просит Давид, Господа? Вы знаете, нет, я, наверное, не буду так рисковать и не возьму на себя такое дерзновение объяснять состояние человека, мне совершенно незнакомого. Каждый человек, наверное, переживает таинство исповеди особенной по-своему, и это есть и действие самого человека, его усердие, и его осознание своих грехов, и действие благодати Божией, без всякого сомнения. Вот. Преподобный Исаак Сирин, когда говорит о прощении грехов, он говорит очень ясные вещи. Он говорит, что человек может быть уверен в том, что грех до конца его оставил, до конца его покинул, только тогда, когда он испытает жгучую ненависть к этому греху. Вот если с вами это произошло, если вы действительно во время покаяния испытали жгучую ненависть к греху, отвращение к нему, тогда, наверное, вот ваше вот это вот внутреннее переживание исповеди, оно истинное. Когда Давид говорит, просит Господа расширить его сердце, чтобы исполнять его заповеди, наверное, это молитва, которая должна исходить из уст каждого из нас. Мы действительно должны все время расширять наше сердце, чтобы оно было действительно вместилищем Бога. Наше сердце очень маленькое, каменное, жесткое, оно часто не может вместить даже самых простых вещей, самых простых истин. А Господь просит от нас любить его всем своим умом, помышлением и всей крепостью, и ближнего, как самого себя. Для этого нужно большое сердце человека. Спасибо за ваш ответ. Отец Алексей, богословы определяют три вида греха. Личный, родовой и первородный, если не ошибаюсь. А в чем их различие? А я не изучил, конечно, такой родовой грех. Знаю, что существует такое понятие в богословии. Вот что конкретно является источником каждого из них? Родовой грех здесь, видимо, речь идет о том, где в Библии говорится о том, что преступление родоначальника рода, предположим, или одного из членов рода, ведет к тому, что Господь наказывает на три-четыре колена. Это ветхозаветное такое представление, да? Ну, что можно сказать? О первородном грехе мы можем сказать только то, что нам известно из действительно священного писания, о том, что первородный грех является той виной Адама и Евы, приступивших заповедь Божию не вкушать от древа познания добра и зла, который... И вот это преступление, это ослушание от Бога привело к грехопадению, и само грехопадение человека изринуло из рая, лишило его благодатной связи с Богом, лишило человека бессмертия. И этот первородный грех давлел над человечеством, пока Христос не пришел в мир и не взял на себя все грехи мира, и тем самым не истребил вот эту власть греха над человечеством. И этот первородный грех в Святом Крещении каждый человек смывает Святым Крещением, Святое Крещение избавляет человека от первородного греха. Что касается личных наших грехов, то Крещение, смывая первородный грех, исцеляет человека от власти смерти греха и дьявола, потому что результатом греха стала смерть, болезни и то, что человек был, в общем, под властью, конечно, сатаны, потому что он сам через Адама принял на себя эту власть над собой. Но, тем не менее, человек остается в той природе, в которой мы живем. Первородный грех нам простился, а вот последствия первородного греха, то есть сама наша поврежденная природа, которая так удобно, поползновенно ко греху, вот, она осталась. Ну, как, знаете, бывает, что человек получил тяжелое ранение, осколок из него вынули, а рана, она еще долго болит и мешает человеку быть до конца здоровым. И человеку надо хранить себя в достаточно строгих условиях для того, чтобы эта рана до конца дожила. Так вот и у нас, у всех людей, наша природа, она склонна ко греху, и поэтому собственный путь исцеления от греха дальнейший, обеда над грехом, нашего личного участия в подвиге Христовом, вот, это должно с каждым из нас происходить, это наш путь, путь нашей христианской жизни, наш путь к спасению. Собственно говоря, в этом заключается, когда каждый человек борется с последствиями греха, каждый из нас поврежден как-то. Человеческая природа, она у каждого из нас несовершенна, и у каждого из нас есть какие-то свои собственные, наверное, такие духовные болячки, которые вот у одного человека, скажем, больше тянет, скажем, к раздражительности, гневу и еще чему-то. Кто-то, ну, вот, так сказать, похотлив, предположим, кто-то сребролюбив, кто-то еще. Это природные вещи, они в зачатке у нас в каждом есть. Каждый из нас может с ними начать бороться, если не будет нерадив. И поэтому вот этот личный путь победы над своим грехом, это путь к спасению, который мы совершаем как подражательство Христу, как исполнение его заповедей, как понимание о том, что Христос освободил нас от смерти законной, двери Царства Небесного для нас открыты, а вот теперь пойти туда, в эти двери, совершить свой путь, это уже в нашей власти, в наших силах и в нашей свободе. И поэтому каждый человек, конечно же, вот ведет непрестанную духовную брань со своими собственными грехами. Поэтому грех у человека есть вот от природы, которая все время нас тянет к каким-то вот вещам противоположным тому, что Христос нам заповедует. Поэтому и апостол Павел жалуется на себя, говоря о том, что вот бедный я человек, носящий это смертное тело, вот чего хочу делать, не делаю, а чего не хочу делать, то делаю. Вот кто меня избавит от этого тленного тела смерти? Вот так каждый из нас, мы все прекрасно чувствуем, с одной стороны, вот желание жить с Богом, желание поступать правильно, желание вот исполнить его заповеди. И вдруг что-то нам не всегда стоит внутри нас на пути к этому. Вот, и это и есть вот эта вот наша прироженность к греху через нашу поврежденную человеческую природу. Вот из этого истекаются наши личные грехи, потому что наши личные грехи складываются как наше желание все время себя угождать, все время жить ради самого себя, все время поставить себя самого в центр Вселенной. Вот это и есть основа нашей греховной жизни. Что касается родовых грехов, вы знаете, я ничего не могу сказать. Я думаю, что это представление о том, что человек несет на себе последствия грехов их родителей, они сейчас никак не могут быть нами, христианами, вот так рассматриваться всерьез. Потому что, вероятнее всего, это тоже было последствия греха первородного в Ветхом Завете, и Господь нас освободил. Хотя мы прекрасно понимаем, что у родителей алкоголиков потомство будет больное. И насколько поколение это скажется. И что люди, которые живут в грехе, и этот грех непрестанно творится на глазах детей, они, конечно, научат этому греху своих детей. Является ли это родовым понятием, я бы сказал, генетическим? Ну да, наверное, такие вещи, как алкоголизм, наркомания, они, наверное, являются и теми, что нашу природу генетически изменяет, нарушают какие-то вещи. Но мы с вами прекрасно понимаем, что алкоголизм – это не только грех, но это еще и болезнь. Наркомания – это не только грех страшный, но это еще и болезнь. И поэтому здесь компонент болезни в большей степени, наверное, важен, чем компонент греха. Он убивает потомство прежде всего. А остальное – это наша атмосфера, в которой мы живем, в которой воспитываем наших детей. Это уже не родовой грех, а грех того, как родители перед Богом отвечают за свои грехи, чему они их учат. Он не передается по наследству, если родители будут вести себя по-человечески, а сами будут, скажем, больны какой-то болезнью. Если даже, как кто-то из родителей, вы знаете, мне приходилось встречать людей, которые были пристрастны к пьянству. Но при этом все-таки понимали, что это плохо. Это все-таки люди христиане, но тем не менее тоже слабые были в этом отношении люди, и есть, наверное, такие. Но которые вот с грехом справиться не могут, но оплакивают свой грех. Оплакивают свой грех, как свою немощь, как свою невозможность найти силы окончательно этот грех победить, плачут на исповеди, глубоко сокрушаются. И у них есть семьи. И эти семьи вот тоже борются за своих вот, за отцов своих, скорее, чаще всего это бывают отцы, мужья, жены, дети, молятся, вымаливают, борются, не бросают их. Вы знаете, вот эта борьба с грехом всей семьи, вот, она всех делает настоящими христианами. И этого человека не отпускают в погибель, и сами борются за него. И тут вот эти понятия уже родового греха уже как-никак работать не могут, наоборот. Отец Алексей, спасибо за Ваш ответ. И к Вам еще один вопрос из Нижегородской области. Давайте, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем Вас. Пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, Бадиша. Здравствуйте. Благословите, пожалуйста. Благословите. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Что такое санитология? И грех ли это, если читать эти книжки и начинать верить, начинать смотреть на эту санитологию? Думаешь, она ведь тоже чему-то учит. Ну, в общем, я немножко столкнулась с этим. Но я всегда христианка и верила христианской церкви. Насколько. Спасибо. Спасибо. А санитология – это отвратительная секта, очень опасная, фактически вот одна из самых опасных сект, которые в мире происходят. Эта секта заманивает людей ложным знанием, ложным таким, как бы сказать, увещеваемым того, что они сейчас помогут человеку зайти на высокий уровень самосознания, по-настоящему себя ощутить во всей полноте своих способностей. На самом деле занимаются тем, что, конечно, подавляют сознание человека, выкачивают из него огромное количество денег. И в конечном счете человека, и в конечном счете человека доводят до сильнейших психических расстройств. Мне в своей жизни приходилось видеть несчастных жертв этих сект, которые через какое-то время, уже будучи совершенно истощенными психически, обнищавшими, потому что все деньги у них вынуты, были этими сектами выброшены на улицу. И пришли уже в покаяние, в православие, в церковь за помощью. Эти люди с очень сильными психическими повреждениями. Им очень хочется помочь, и с ними все будет очень тяжело общаться. Они совершенно сломленные как личности. И поэтому я от всей души советую вам эти книжки выбросить на помойку, куда подальше. И никому эти книжки не давать для чтения. Они страшно душевредный яд могут принести смерть для души. И у нас на связи Тульская область. Давайте, Тульская область. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу задать вас? Да, пожалуйста, мы слушаем вас. Будьте такой, батюшка, пожалуйста, если можно, ответься. Так получилось, полгода назад у меня умер муж. Скоропостижно умер. Сорок дней он пролежал в реанимации. Я спросила батюшку, который находится в больнице, чтобы мы пришли. И он причастил его. То есть причастие он прошел, причастие принял. Но перед этим два вот таких крупных греха были. Он хулил Бога, потому что семья его погибла много лет назад. И очень ругал Бога. И было бы лучше, потому что мы были не расписаны по обстоятельствам, сложившимся не по нашей воле. И как вот я могу сейчас помочь ему в этом положении? И как бы знать, раскаялся ли он все же? Знать, раскаялся ли он или не раскаялся, может только батюшка, который принимал его исповедь, и который преподавал ему святое причащение перед смертью. Если человек все-таки перед смертью сумел найти в себе силы как-то вот осознать свое положение перед Богом и принять святое причастие, все-таки для нас это большая надежда на то, что человек все-таки умер с покаянием и умер с тем, что все-таки принял Бога как своего спасителя. Поэтому говорить о том, раскаялся ли он или раскаялся, конечно, я не могу, и об этом никто не знает, но надежда на это у нас есть. Поэтому ваше дело, как жене, конечно, молиться за своего супруга, подавать поминания в храме во время литургии и родительских суббот, служить панихидой и творить добрые дела и милостынюю память о его покоении. Мне кажется, вот так вот вам надо поступать. И надеяться на милосердие Божие и своей собственной верой, своими добрыми делами как бы покрыть те недостатки и покрыть те грехи, которые были у вашего супруга. Спасибо за ваш ответ, отец Алексей. Задам вам следующий вопрос, который часто можно слышать от людей новоначальных, и в частности он есть у нас, размещен на форуме, на нашем сайте. Всезнающий Господь видит наше будущее, знает каждый наш следующий шаг. Почему же тогда он не предотвратил первородный грех? Грех Адама и Евы. Почему он не создал людей послушными ему? Когда мы открываем Священное Писание и читаем строчки книги Бытия о том, как Господь творит человека, мы видим, что Господь каждого из нас сотворил из двух стихий, из двух природ. Он взял персть от земли и вдумал в дыхание жизни. То есть Господь вдумал в дыхание вечной жизни в каждого из нас. Господь сделал нас и земными, и небесными одновременно. Вот в этой небесности нашей Господь отразил в каждом из нас самого себя. Он даровал нам свой образ и свое подобие. То есть сделал человека очень похожим на самого себя. В чем вот эта похожесть, она может проявляться? В тех самых свойствах божественных, которые у Бога абсолютны, которые Богу свойственны по его природе, по его естеству, это такие свойства, как творчество, вечная жизнь, милосердие, благость, разум, вездесущность, всемогущество и бесконечные свойства Божьи, которых мы даже и не знаем. И свобода в том числе, потому что Бог, он бесконечно свободен, и Бог есть сама жизнь, и Бог есть любовь. И вот эти качества Бог отразил в каждом из нас. Но если в Боге они абсолютны, то в каждом из нас они даны в неком таком зачаточном состоянии, как некие семена, которые Господь всеил в каждого из нас. И эти семена могут в нас вырасти, если мы над своей душой, как над таким полем, будем трудиться. Не зря такой вот образ поля, жатвы, сени, он так часто встречается в Евангелии, когда то сеятель выходит сеять слово, то во время жатвы потом собирается урожай. Вот это очень похоже на то, как возрастают у нас божественные эти семена, какими они становятся, вот эти дары божественные, эти таланты, которыми Господь каждого из нас одарил. И дело каждого человека в этом смысле, вот подражая Богу в себе взращивать вот эти вот семена добродетели, семена божественных свойств, и тогда мы становимся похожими на Бога, приобретаем подобие. Вот образ Божий – это отражение божественных свойств в каждом из нас, а подобие – это наш труд на раскрытии вот этих качеств. Поэтому тех людей, которые стали очень похожими на Бога, мы называем преподобными, то есть очень похожими на Бога. Вот. И вот одно из таких качеств – это свобода. Это свобода. Свобода – это качество божественное. И свобода – то качество, без которого вообще не может быть никакой добродетели. Прежде всего, не может быть добродетели любви. Потому что там, где нет свободы, там отсутствует понятие любви. Если Бог творит человека, и заповедь дает любить, то эта любовь, она может осуществляться только в свободе. Вы себе представьте, когда вот в одном пространстве существуют, живут, действуют, двигаются два свободных существа. Два свободных существа. Вот я к вам, Михаил, обращусь сейчас с вопросом. Для того, чтобы два свободных существа могли свободно как-то вместе существовать, что для этого нужно сделать каждому из них? Видимо, любить другого. Правильно. А для того, чтобы вот мы с вами, два свободных человека, могли, ну скажем, вот не поругаться, не поссориться, вот, а выбрать что-то общее, что надо для этого? Тем более любить. Ну, а эта любовь через что идет? Сказать вам? Конечно. А через ограничение свободы? Как это ни странно? Вы ответили на мой вопрос на следующий. Как это ни странно? Потому что для того, чтобы нам вместе сделать что-то общее, я должен свою свободу, любя вас, свою свободу ограничить и дать возможность вашей свободе действовать. Понимаете? Просто так в семье бывает, так всегда бывает. Если люди любят друг друга, то каждый ради другого всегда ограничивает свою свободу, немножечко, чтобы сделать свободным другого. Так мы своих детей воспитываем. Мы, конечно, иногда ограничим их свободу, но потом в какой-то момент понимаем, что мы, если мы умеем их дальше ограничивать, то тогда из них ничего не получится. Поэтому мы обязаны дать им тоже свободу. Хотя нам страшно бывает за них, если они что-нибудь делают не то. Так вот, в отношениях Бога и человека происходит удивительное чудо. Бог свою свободу ограничивает ради человека. Не человеческую свободу ограничивает, а свою собственную свободу Господь ограничивает для того, чтобы человек был совершенно свободным. Чтобы человек мог совершенно выбирать, как ему поступать, куда ему идти, о чем ему думать, как ему творить, что ему приносить Богу, как свои плоды любви и благодарности. И Господь только предупреждает человека. Вот старайся делать так, вот поступай вот так, или не делай вот этого. Конечно же, грехопадение происходит на глазах Бога. Конечно же, Господь видит, что творится в саду, где сатана предлагает вкусить запретный плод. И, конечно, Бог не безразличен к этому событию. Но Он не может отобрать то, что Он дал. Дары божественные, они не приложены. Если Господь что-то однажды дал, как свой дар, Он его никогда не забирает. Он так и остается у человека. То есть, человеку просто придется потом за это отвечать, как он использовал этот свой талант, этот свой дар свободы. И вот Господь стоит и смотрит, как два его любимых, Чада, Адам и Ева, совершают предательство по отношению к нему. И Он не дает себе возможности вмешаться в этот процесс, потому что этот процесс обусловлен свободой Адама и Евы, теми дарами, которые Он им дал. Но Он пытается их вернуть к себе по-другому. Когда уже совершается грехопадение, когда Адам и Ева, вдруг увидев себя голыми, ногими, в стыде прячутся и закрывают себя листьями, Господь зовет Адама. Господь его зовет. Где ты, Адам? Как будто он не знает, где Адам. Но ему надо, чтобы Адам вышел к нему навстречу, сам вышел. И тогда Адам говорит, я услышал тебя, ходящего в раю, и испугался. Испуг, как тоже вот одно из проявлений уже греховной природы человек, потому что как же может человек бояться Бога, которого он любит. И вдруг испугался, стыд. И тогда Господь говорит такие слова, даже интонация в Библии, она вот удивительно передана, как вот та же интонация, с которой отец обращается к своему нашалившему ребенку, или ребенку, совершившему плохой поступок, о котором отец уже знает, и просто хочет, чтобы ребенок в нем признался. И поэтому он предлагает ему самому сказать, что же произошло. Уж не брал ли ты плода от древа, которые я запретил тебе брать? Ну, скажи только, скажи, да, папочка, я это сделал, прости меня. Все, вот она, разрешение проблем, разрешение вот этого грехопадения в любви и в милости, в прощении и покаянии совершилось бы. Но Адам на это отвечает, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Он отвергает вот эту свободу покаяния. Он отвергает вот эту любовь Божию, которая к нему приходит, чтобы вернуть к себе Адама. Потому что любовь не может смотреть на это равнодушно. Господь к Еве, зачем ты сделала это? Змей соблазнил меня. Адам на Еву и на Бога, ты мне дал плохую жену, она меня соблазнила, жена, она змея. И закрылись сердца перед Богом, закрылись вот глаза перед Богом. Люди отвернулись от Творца окончательно. Вот это, конечно, результат нашей свободы. Результат нашей свободы. Вот. Но тем не менее, через свободу уже совершается наше спасение. Через свободу совершается наше возвращение к нашему Богу. Через покаяние, которое является настоящим проявлением нашей свободы. Иначе бы мы были просто пешками в руках такого, знаете, умелого шахматиста или шашечника, который бы двигал нами по полю, разыгрывал бы комбинации хитроумные. И, в общем, мне бы превратился в огромную компьютерную игру создателя со своими пешками. Но этого же нет. Господь даровал нам свободу, потому что Он любит нас. И без этого не может быть любви. Спасибо за Ваш ответ. К Вам еще один вопрос из Новокубанска. Здравствуйте, слушаем Вас. Здравствуйте. Я Ликвидий Алексеевич. У меня такой вопрос. Три дня назад по телеканалу Союзу была передача. И на Вашем месте был другой священнослужитель. И задали такой вопрос. Женщина задает вопрос. Вот у меня там подруга в Европе. И она хочет похрестить ребенка в католическом храме. И спрашивает у священнослужителя, могу ли я быть крестным этого ребенка. Но мы с православным христианом не знаем, что с католиками нам есть и пить запрещено. Почему нам есть пить запрещено с католиками? Раз, но... Но, почему на Вашем месте написано, что с юридиками не есть и не пить, хоп, балово. Ну что Вы, нам ни с кем не есть и не пить не запрещено. Да? Конечно. Ну вот скажите, на Ваш взгляд, может быть православная христианка крестная ребенка в католиках? Вы знаете, по сути, конечно, нет. Не может быть. Потому что мы читаем символ веры во время крещения. В этом символе веры мы исповедуем веру православную. Вот. Католический символ веры поврежден. Там утверждается филиоквы. То есть, ложный догмат об исхождении Духа Святого и от сына. И поэтому, конечно, быть в данном случае крестной, православной у ребенка в католическом храме, наверное, было бы неразумно и неестественно для нас. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь вопрос очевиден. То есть, ответ очевиден. С другой стороны, Вы знаете, бывают разные жизненные обстоятельства. И вот всех жизненных обстоятельств мы не можем предусмотреть. Не можем предусмотреть. И, наверное, могут быть такие случаи, когда нет другого выхода и когда есть возможность пригласить в крестное только вот такого человека, верующего, православного, разделяющего веру во Христа. И тогда, наверное, такие случаи бывают. Поэтому я, конечно, основным ответом отвечаю, что такого быть не должно, потому что в этом есть что-то неправильное и ложное. Потому что мы не имеем евхаристического общения с католической церковью. Что касается Вашего ригоризма по поводу того, что мы не можем даже есть вместе с ними. Вы знаете, я думаю, что для христианина так вопрос стоять не может. Мы можем есть и с мусульманами, и с неверующими людьми за одним столом, и являть собой образ любви Христовой, и показывать, в чем все-таки она состоит. Если мы будем от всех отворачиваться с презрением и считать, что вот эти юридики недостойны с нами сидеть за одним столом, если мы будем считать себя лучше других и считать, что только нам одним Господь спасение дарует, а все остальные погибли в геене огненной, я думаю, что мы вряд ли кого-нибудь убедим, что наша вера христианская есть исполнение любви Христовой. И то, что слова апостола Иоанна Богослова о том, что Бог есть любовь, для нас являются истиной. Нам кто-то в это не поверит, просто не поверит. Потому что все-таки любовь Христова, любовь божественная, она вот Евангелем так описана, что Господь солнце посылает светить и над добрыми, и над злыми, и дождь свой проливает над всеми людьми. Так вот и любовь наша, христианская, она должна быть открыта ко всем. И тем, кто разделяет нашу веру, и тем, кто нашу веру не разделяет. Спасибо за Ваш ответ. И буквально последний звонок из Воронежа. Здравствуйте, слушаем Вас. Да, пожалуйста, задавайте вопрос, Миша. Вальчишка, спасибо Господи Вас, и спасибо Вам за то, что Вы такую передачу ответили. Вот, спасибо за эти вопросы, которые действительно боялись сделать шаг. Вы свой вопрос задаете. Мы слушаем Вас. Да, у меня вопрос, я бы хотел поблагодарить Вас за Ваши ответы и благодарить передачу телеканала «Союз». Спасибо Вам большое. Спасибо Вам за Ваши добрые слова. Батюшка, говоря о спасении, нельзя не затронуть момент исповеди и причастия. Вот многие священники, и даже митрополит Антоний Сурожский выступают против частой исповеди и, наверное, частого причащения в том числе. А как Вы считаете, как часто нужно исповедоваться и причащаться? Ну, конечно, митрополит Антоний не может выступать против частого причащения. Я думаю, что митрополит Антоний, наоборот, призывает христиан причащаться. Не чаще, чем раз в месяц. Нет, нет, каждое воскресенье митрополит Антоний, конечно, и практика его общины была такая, что все причащались и причащаются на каждом к выслужению. Что касается практики частой исповеди, Вы знаете, в русской православной церкви сложилась такая традиция, очень хорошая, надо сказать, традиция, всегда перед причастием исповедоваться. Такой традиции нет в других православных церквях. Например, в греческой церкви таинство исповеди и таинство причастия друг от друга отделены. Там люди причащаются по воскресенью, каждое воскресенье, может быть, чуть пореже, может быть, значительно реже, но причащаются тогда, когда они чувствуют необходимость в этом таинстве. Исповедуются значительно реже. И на исповедь ездят обычно к своим духовникам в монастыри. Дело в том, что не каждый священник в Греции имеет право принимать исповедь. Собственно говоря, даже не каждый священник в России, по идее, может принимать исповедь, потому что архиерейская грамота говорит о том, что только человек, благословенный архиереем, может принимать исповедь. У нас такое благословение у каждого священника. А вот, скажем, в Греции такое дается только опытным духовникам. И поэтому люди ездят к духовникам на исповедь, к опытным старцам или к священникам опытным, вот, ну, может быть, раз в месяц, раз в два месяца, проводят время в монастырях, в говениях, исповедуются глубоко. А у себя на приходах причащаются. Поэтому в греческой церкви не увидишь, чтобы священник, скажем, принимал исповедь. Такое тоже может быть, но это достаточно редко. У нас же причастие всегда связано с исповедью. И связано это было еще с тем, что у нас была в России долгое время практика достаточно редкого участия в литургии, достаточно редкого причастия. Люди причащались раз в пост и еще, может быть, в Прощенный Великий Четверг, может быть, на День Ангела. То есть причащались не больше пяти-шести раз в год. Сейчас это меняется, слава Богу, меняется. И люди начинают понимать, что причастие – это необходимое таинство. Вот человек, который не причащается, он не может жить полноценной жизнью христианской. И поэтому для того, чтобы человек жил в полноте во всей церкви, он испытывает необходимость причащаться регулярно, часто. Многие причащаются каждое воскресенье. Слава тебе, Господи, что такое движение к причастию и желанию причащаться чаще есть. Но тогда возникает вопрос. Человек не может каждую неделю исповедоваться. То есть он может каждую неделю исповедоваться, тогда исповедь может превратиться для него в некую формальность. Он все время будет причислять на исповеди одни и те же грехи. И это будет загонять его в тупик. Поэтому, наверное, для тех людей, которые живут в общине, уже сложившейся общине, под руководством духовника, священника, который знает всех своих прихожан по имени, который знает каждого человека очень хорошо и знает его недостатки, и знает его достоинства, священник может сам решить, как часто человеку исповедоваться. Скажем, в нашей общине так сложилось в последние годы, что прихожане могут причащаться, скажем, раз в неделю, а на исповедь ко мне подходит раз в две недели. Но тогда эта исповедь бывает осмыслена. И я не вижу в этом ничего страшного. Но если у человека есть желание исповедоваться каждую неделю, он тоже может это делать. Потому что совесть человека помогает ему осознать свои собственные грехи. Но если человек действительно прожил неделю в молитве, в усердии, ничего плохого не сделал, конечно, можно всегда накопать каких-нибудь маленьких таких, вот знаете, комариков. Ну, какая это будет исповедь? Это будет просто вот такое выцеживание комаров. Это не будет движением души. Человек в таких грехах, вы знаете, ведь в древности люди все-таки тоже практика исповеди была другой. Люди каялись на исповеди публично перед всей церковью в первые века. Вот. Но в очень таких тяжелых, грубых прегрешениях. И тогда сама церковь принимала человека, его покаяние. А вот такие грехи повседневные люди исповедовали сами перед иконами, вот, перед спасителями. Потому что, понятно, что каждый раз, ну, в чем-то как-то ты не будешь совершенным. Ну, не надо же все время на исповеди одно и то же, одно и то же, как жвачку перемалывать. Есть вещи, которые действительно надо исповедовать, а потом трудиться над ними. Иначе надо исповедоваться каждые 15 минут. Отец Алексей, если русский православный человек оказался в Греции, он может подойти на причастие без исповедов? Без всякого сомнения. Если совесть человека чиста, если он не чувствует за собой тяжких грехов, отлучающих его от причастия, смертных грехов, то такой человек может сокрушенным сердцем покаяться перед Господом и подойти спокойно к причастию. Как это бывает очень у многих людей, которые путешествуют. Отец Алексей, я благодарю вас за беседу. Благословите наших телезрителей. Бог вас благословит, дорогие телезрители. Всего вам доброго. Братья и сестры, мы с вами на этом прощаемся. До завтра в это же время. Ой. Отец Алексей, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры подогнал «Симон»!